Еще раз всем добрый день. Фасима Хаджимуратовна задерживается. Мы сейчас начнем. Она потом подключится. Тема сегодняшней нашей встречи – осознанное управление вкусом, здоровьем. Предполагается управление здесь пищевым поведением и возрастом. Сейчас я пролистаю ее. Я сейчас хочу объяснить, почему я здесь психиатр, психотерапевт, специализирующийся в общей соматической сети. Меня зовут Татьяна Анатольевна Зеленкова-Захарчук. В нашем центре сложился психосоматический альянс, который развивает психосоматическое направление в эндокринологии, диетологии. Мы рассматриваем лишний вес, ожирение, которое возникает вследствие чрезмерного употребления энергоресурсов. Это мы называем переедание, как психосоматическое заболевание. И здесь у нас на первом плане три специалиста. В первую очередь эндокринологи, эндокринологический центр. Мы рассматриваем любые нарушения лишнего веса и ожирения, как эндокринное заболевание, нарушение жирового обмена. Собственно, психотологические расстройства, к которым относятся расстройства приема пищи. Это вот я здесь, ваш покорный слуга, психиатры, психотерапевты, специализирующиеся в общей соматической сети. И вот Фатима Хаджимуратовна Сгоева и ее диетологическая команда, которая занимается нарушением сбалансированности и безопасности питания со злоупотреблением продуктов. Вот это изучение, как бы все три кита соединяются в такое единое профессиональное поле. И таким образом мы рассматриваем лишний вес, ожирение, как эндокринное заболевание, провоцированное, обусловленное как психопатологией и дисбалансированностью питания, разрушающим здоровье. Поэтому и сложилась такая тема, что нам надо понять, где вкусовые какие-то проблемы, где, собственно, пищевые нарушения. И как бы как вот все это вместе, да, и приводит уже к медицинским проблемам. Значит, все начинается с детства, да, все мы родом из детства. И психофизическое развитие, психологическое, все начинается вот с внутриутробного развития. Да, Фатима Ходжимратовна расскажет, как внутриутробный ребенок, какие вкусы ощущает. Психиатр же подключается уже с рождением, да, вот ребенка, когда начинается вот первое знакомство с едой, да. И какие же мы нарушения, как бы вот пищевого поведения видим из родительской семьи детей, да. Вот как вы здесь видите, такой самый большой у нас такой культ еды с детства, да. Может развиваться и по гедоническому типу, так, доминирование роли пищи, по значимости, ассоциирующейся с главным источником удовольствия, да. И таким образом, как бы, происходит ущерб формированию другим сферам развития, да, эстетическим, интеллектуальным, духовным, физическим. То есть здесь культ еды, он так как бы вот над всем доминирует. И вот это вот, гедоническое это что? Это вот еда, это такой источник удовольствия, наслаждения, так сказать, вот это как бы эстетика, что стол ломится, да, вот это гостеприимство, все это вот относится к гедоническому типу. Да, мы все в обыденной жизни с этим сталкиваемся, да, у нас есть и, так сказать, праздники, но когда это переходит уже как бы вот через больше нормы, да, тогда это уже, ну, как бы переходит уже в такую патологическую, скажем, форму нарушения здоровья. Еще к культу еды относится как бы перманентный тип, да. Когда нету приучения режима приема пищи, да, то есть вот когда хочешь, когда, сколько хочешь, да, и это постоянно, то есть сначала родители или воспитатели в детском саду радуются, что ребенок просит добавки, 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 да, ну, там уже эта добавка, она уже бесконечная, нету разграничения по кратности, порционности, и потом мы во взрослом возрасте видим у пациентов вот постоянно, постоянно чувство голода, да, постоянно желание кушать, кушать, кушать. Значит, еще какие тут, да, проблемы эмоциональные, да, вот тут еда как успокоительная, такое идет эмоциональное успокоение, когда детские страхи, тревоги, слезы, вот там ребенок ушибся, да, и сразу ему конфетку, или какие-то конфликты между родителями, какие-то ссоры, физическое наказание, и вот, так сказать, успокоение идет с помощью там каких-то вот сладостей, там, пирожных, печенюшек, еда как социальное воздействие, да, здесь вот как награда или наказание, как поощрение, да, хорошее поведение, хорошие оценки, да, будет там сладости, да, плохо себя ведет ребенок, ребенок не слушается, там, какую-то плохую оценку получил, ну, как бы ребенка наказывают, да, вот, вот, как бы отлучают от сладости, от конфет, от шоколада, и это тоже фиксирует такие вот, ну, невротические, так сказать, переживания. И сформировались таким образом как бы такие уязвимые периоды в нашей жизни, когда чаще всего вот эти пищевые, мы условно их называем пищевые неврозы, да, переедания чаще всего возникают. Это вот уязвимый период детский возраст, да, вот мы сейчас вот эти дефекты воспитания, так сказать, обсудили основные, подростковый возраст, это мы еще обсудим, вот этот период взросления, стрессовые ситуации, ну, не просто стрессы, а стрессы, которые человека приводят к ситуации психологического заложника, да, и когда он в зависимой ситуации, и, соответственно, и пищевой невроз также реагирует по зависимому типу. То есть если реакция на стресс, переедание, значит, смотрите в жизни, где вы попали в какую-то психологическую зависимость. Если все это не лечить, со временем приобретает уже характер не просто невроза, а невротического развития личности. И следующий возрастной кризис, да, такой вот уязвимый, именно пауза и возрастной гипогонадист. Что же касается вот детского дебюта, да, по поводу дефекта воспитания, значит, вот обсудили. Как правило, лишний вес начинает быть заметен где-то с 5-7 лет, да, то есть это вот старшая группа детского сада, это подготовка к школе, и, так сказать, ребенок не прошел вот первый социальный кризис развития 3 года, да, вот это отделение «Я и другие», он застрял на более раннем психологическом развитии, да, этого первого года, когда вот эта вот орально-сенсорная стимуляция в косовых раздражителей, она носит вот этот характер успокоения, да, и эмоциональный интеллект, он отстает, да, то есть не вырабатывается адаптация с другими детьми, не формируется понимание «Я и другие», и любая ситуация напряжения, дискомфорта, она заедается. И, конечно, здесь как основные такие психологические рекомендации, да, что важно рационально формировать режим питания, да, то есть мы с нашими пациентами, как вот с маленькими детишками, мы учимся, ну, как бы принимать еду по часам, по режиму и порционно, да, потому что не сформировано ни понятие порционности, да, вот Фатима Хаджимуратовна их очень хорошо учит со своей командой диетологов, не, так сказать, вот по часам, по часам, потому что они постоянно хотят есть, да, и вот это разграничение, когда прием пищи физиологический, да, для энергоресурсов, для жизни, и когда он ложный, да, невротический, вот это необходимо начать как бы отсортировать, фильтровать. И на такую почву уязвимую, да, еще начинаются психоциальные стрессы уже в взрослеющей жизни накладываться, и здесь вот к перманентному перееданию присоединяется и психогенное, да, то есть постоянно, как бы, постоянно хочется продлить вот это удовольствие от приема интенсивных вкусов. Это мы еще поговорим о психогенном переедании отдельно, чем они отличаются. Очень часто в анамнезе мы видим у наших пациентов... Все, поняла. Извините, пожалуйста, продолжаем. И вот этот как раз самый ранний дебют, детский, да, вот переедание, он опасен тем, что мы в раннем возрасте видим и начало ожирения, и чаще всего в этой группе морбидное ожирение формируется к молодому возрасту, к 30-40 годам, да, на которых уже накладываются другие осложнения, там, диабет и, так сказать, все сопутствующие осложнения. Значит, почему, значит, почему так, сейчас вот еще перелистаю, почему так непросто справиться с перееданием, да, наверное, часто слышите, что вот нет чувства воли, да, не хватает каких-то вот лень, там, да, заниматься физическими упражнениями, там, не переедать. На самом деле все гораздо сложнее. Расстройство приема пищи – это очень такой сложный психопатологический такой многослойный симптомокомплекс, вот, который включает и аффективные нарушения, и аддиктивные, девиантные, когнитивные. Сюда же включаются и нарушения восприятия образа тела. И самое коварное – нарушается вот эта регуляция чувства голода и сытости. Может быть, вот этот ложный, мы его называем невротический голод, да, и отсутствие насыщения, которое сопровождается с постоянным желанием переедать, да, гиперфагией. Кратко, значит, мы вот каждое нарушение, так сказать, обсудим, чтобы было понятно, что это не просто вот эффективные депрессивные нарушения, да, а они очень связаны как бы со структурой личности. И заниженная самооценка, самоистязание, агрессивность характерная, потом после переедания идей вины. То есть это все уже в такой, ну, скажем, клубок уже замоталось, что очень сложно человека вытащить без, так сказать, психофармакотерапии. К девиантным нарушениям относим отклоняющееся поведение от общепринятых норм приема пищи в ущерб собственному здоровью, да. То есть это как, если рассматривать отношение к здоровью, да, это как преступление против себя, но это происходит неосознанно, мы не ругаем своих пациентов. Надо понимать, что они в беде, да, что их поведение связано с тяжелыми психотравмами, и они в этом не виноваты. У них идет невротическое отреагирование на какие-то тяжелые, глубокие стрессы. Наша задача в них разобраться и помочь человеку вернуться в здоровье. Дальше аддиктивные нарушения. Это, собственно, зависимость, да, почему очень часто пищевые нарушения связываются с алкогольной зависимостью, потому что здесь есть вот этот аддиктивный компонент, аддикция, когда пациенты не могут самостоятельно справиться с непредалимым стремлением переедать. И когнитивные нарушения, это вот как раз неосознанность, происходит отреагирование на подсознательном уровне, и даже в некоторых пациентах на момент переедания такое как бы вытеснение, да, снижение памяти, или они постоянно думают о еде, вот фиксация мышления на еде, и при компульсивном переедании потеря когнитивного контроля. Так, это мы все обсудили. Что касается вот классификации, да, переедания, мы сейчас быстро пробежимся, чтобы было понятно, что вот переедания, они очень разные. Их Фатима Хаджимратовна будет потом рассказывать про вкус и ощущения, потому что мы как раз диетологами поняли, что при разных типах переедания, да, разные вкусовые предпочтения. При психогенном переедании, напомню, что это вот переедание, как бы, да, вот то, что называется заедает стресс, да, как правило, в условиях стресса, или после стресса, или на фоне стресса возникает желание переедать. И со временем, когда вот снижается общая стрессоустойчивость, то даже уже обыденные события, да, уже для человека становятся невыносимыми, и все является уже стрессом. Характерно в основном сладости и мучное. Так сказать, вот чипсы фастфуд реже, но бывают пациенты, которые не переедают сладостями, да, они больше хотят соленого, но большинство, конечно, как бы психогенное переедание, оно ассоциируется со сладостями, конфетами, шоколадами, тортами, мороженым, вот, свежей выпечкой. И здесь, конечно, такая стратегия основная психологическая, что надо разграничить, вот, осознать, да, вот, у нас же тема осознанности, осознать вот эту эмоциональную реакцию на стресс, что это? Это злость, да, это обида или разочарование. И как-то выработать адаптивность вот именно к этой эмоции на стресс. Попытаться разграничить прием пищи, да, на основной, на основной, как бы, вот, рацион питания. Конечно, это может не сразу получаться, но стратегия понятна, потому что у многих пациентов, когда анализируешь, почему им так сложно, как бы, вот, злиться, у них просто такое было жесткое воспитание, что им запрещали, вообще был запрет, да, и раздражаться, и злиться, и даже кричали, когда дети плакали, то есть был запрет даже на плач, то есть все это подавлялось, и потом компенсаторно как бы заедалось вот чем-то сладеньким, вкусненьким. Поэтому здесь мы даже учим у пациентов правильно злиться, да, вот есть же праведная злость, да, праведный гнев. Он не деструктивный, он не агрессивный. Это просто дает ту энергию, которая позволяет поменять ситуацию, которая не устраивает, да, то есть это очень важные такие аспекты, которым надо, как бы, овладеть, да, натренироваться, научиться, и таким образом мы вытесняем пищевой невроз из реакции на стресс. Гедоническая еда, да, вот здесь как раз вот только сейчас приема. Была пациентка очень интересная, которая с ожирением, диабетом второго типа, вот она очень любит вкусно есть, да, вот у нее на мясо, да, вот она любит много так мясных стейков, да, красивую сервировку, и ей очень сложно как бы остановиться, потому что это очень вкусно, и хочется растянуть вот это удовольствие. Она домохозяйка, у нее четверо детей, и вот как только она детей подняла, вот она решила расслабиться, да, и, так сказать, вот пустилась, так сказать, во все тяжкие. И очень интересно, что вот это вот ее эмоциональное такое, эмоционально незрелое отреагирование, она вот не хочет портить себе настроение, измерять сахара по утрам, потому что если она увидит высокие сахара, это ее расстроит, поэтому ей проще не мерить, да, вот такая вот детская такая реакция, она тянется с детства, да, что вот если я это не буду видеть, как будто этого нет. И вот здесь очень важно осознавать, да, что, пожалуйста, пусть это будет вкусно и красиво, но это должно быть опять-таки режим питания, это должна быть порционность, и вот осознать, где произошло недостаток получения удовольствия от других сфер, это вот межличностное, да, там эстетическое, духовное, то есть восполнить это удовольствие во всех сферах, чтобы опять-таки не было желания вот невротически как бы уходить вот во вкус, да, вот этот вкус, он становится как убийцей, да, самоубийцей, что вроде бы вкусно, мы даже называем так веселые самоубийцы, то есть им, они с удовольствием, да, вот убивают себя вот с наслаждением от этого вкуса, игнорируя, что, ну, как бы идет вред здоровью, да, ухудшается здоровье, и, конечно, вот это очень важно вовремя корректировать. Компульсивное переедание. Здесь как раз нету никакой эстетики во вкусе, здесь такой вот как бы запой, да, пищевой запой, вот как раз компульсивное переедание чаще всего сравнивают с алкогольным запоем, здесь в быстром темпе, в большом объеме все подряд летит в топку, вот все, что видится, все, что видится в магазине, все, что есть в холодильнике, если там сейчас очень доступ и готовую еду привезут, и там как бы и любые продукты онлайн, так сказать, сервисы с доставкой, вот и при этом тягостно очень, пациенты очень мучаются, то есть у них осознание как бы не отключается, они прекрасно понимают, что они делают, но они не могут остановиться, и потом даже вот этот накал напряжения доходит до того, что возникает агрессия, они себе наносят такие поверхностные повреждения на коже, руки, ноги, живот, режут кожу не с целью самоубийства, с целью как бы такого наказания за то, что они не смогли справиться, вот и сорвались в такой тяжелый пищевой невроз, и здесь, когда уже приступ развился, да, здесь уже ничего, никак нельзя переключиться, здесь только нужно не допускать, то есть, да, проанализировать жизнь, да, проанализировать анамнез, что накопилось, какие проблемы, что люди пережили, что необходимо так тяжело отреагировать, потому что если есть вот это желание наносить себе агрессию, да, значит, они чаще всего подвергались в родительской семье каким-то либо физическим наказанием, либо очень тяжелым моральным, это вот тема морального, физического абьюза, если интересно, мы можем отдельно посвятить как бы теме, потому что она очень актуальна, когда дети очень хотят, ну, на прием к психологам, к психотерапевтам, а родители против, они боятся, что дети будут на них жаловаться, а дети не жалуются, они просто хотят помощи, да, у них нету злости на родителей, они все-таки, поэтому и эта агрессия идет на них самих, потому что они не могут себя защитить, они не хотят в ответ агрессировать на обижающих их родителей, потому что родители-то сами-то обижают не специально, это тоже как бы тянется вот эта эпигенетика от прародителей, от рода, да, какие-то эти дефекты воспитания, моральные, физические, так сказать, насилия. И когда все это анализируешь, да, то потихоньку психотерапией разграничиваешь вот эти психотравмы, да, от пищевого отреагирования, и чаще мы сталкиваемся с невротическим перфекционизмом, да, он формируется, и такая очень невротическая конструкция, да, которая с подросткового возраста как бы начинает формироваться, и здесь очень важно, это у них как бы такая защита, полет в этот перфекционизм несуществующий, да, потому что мир не идеален, как бы все не идеальны, и вот надо с этого начинать, что, да, принимать реальный взрослый мир, да, и при этом как бы не уходить в депрессию, да, вот этому тоже надо будет научиться. Так, перманентное передание, это вот мы уже немножко коснулись, да, здесь постоянно, постоянный прием пищи без разграничений по кратности и порционности, и здесь вот очень важно уже у взрослеющих пациентов, да, у них идет фиксация еще на том, что им необходимо что-то жевать, да, вот это вот само жевательное движение, как бы челюстями, да, жевательными мышцами, оно успокаивает, и даже взрослые пациенты, они пытаются на работе жевать уже не еду, чтобы не полнеть, да, замещают либо жевательными резинками, либо даже бумагой, и понимают, что вот они могут вот так вот жевать, да, на протяжении всего рабочего дня, то есть это вот такое как бы аккомпанемент успокоения, да, вот эти жевательные движения, и опять-таки здесь мы сталкиваемся с тем, что помимо того, что вот эти приемы пищи мы разграничиваем по часам и порционности, да, здесь еще вот это вот, вот это успокоение движениями, да, жевательных мышц, челюстями, так сказать, вот мы переводим на общее физическое, так сказать, да, упражнение, укрепление, чтобы вот это напряжение уходило как бы со всеми мышцами тела. Вечернее переедание – это, как правило, к концу вот рабочего дня, к концу учебы, когда с утра не хочется есть или не успели, днем тоже очень заняты, и вот наконец-то, значит, рабочий день закончился, и вот еда носит такой еще успокаивающий характер для снятия напряжения, да, который вот накопился за весь рабочий день, и, так сказать, чаще всего мы встречаемся с так называемой загнанностью, да, что пациенты могут и годами не уходить в отпуск, либо отпуск – это неделя с включенными гаджетами, где нету как бы отдыха полноценного, и здесь тоже тема того, что надо общие ресурсы восстанавливать, и, конечно, опять-таки это, может быть, банально звучит, но вот это вот как бы разграничение приема пищи по режиму – это самое главное, да, что нужно, чтобы не шли на поводу ощущений. Не хочется с утра есть, едим, потому что это нужно для здоровья. Находить какие-то, тут Фатима Хаджимуратовна нам потом подскажет, какие уловки вкуса, да, чтобы с этим вкусом, да, приходил аппетит, да, вот как говорят во время еды, да, аппетит приходит во время еды, да, вот создавать себе вот эту как бы вкусовую стимуляцию, чтобы есть даже когда не хочется, потому что хочется-не хочется – это настроение, а нельзя идти на поводу настроения, оно может меняться. Да, здесь вот это вот, как говорится, война войной, да, обед по расписанию. Здесь вот завтрак по расписанию, обед по расписанию, да, а все вот это хочется-не хочется, оно догоняется потом. И, соответственно, чисто и ситуационно уже вечером не так много хочешь есть, да, и, конечно, надо находить какие-то возможности снимать напряжение не через едой, да. Здесь и физические упражнения, здесь и какие-то вот, так сказать, прогулки, какие-то вот еще находить возможности, да, чтобы снимать напряжение, так сказать, не через прием пищи. Ночное переедание – это когда пациенты среди ночи просыпаются и едят. Могут даже не помнить, что они ели. Иногда даже заранее кладут под подушку пряники конфеты, чтобы далеко не ходить там в холодильнику, либо где еда лежит. И здесь, конечно, ну это тут чисто как бы тут врачебная проблема, да, так как ночью вообще в норме нет приема пищи, не положено, то как бы нужно наладить сон, да, принимать антидепрессанты, которые восстанавливают ресурсы и нормальный сон, чтобы не было вот этих, так сказать, невротических отреагирований приема пищи по ночам. Полисиндромальное переедание – это когда у одного пациента мы встречаем несколько видов переедания. Это как раз вот та тема, когда с детства началось, в подростковом возрасте продолжилось, да, и к нам приходят взрослые пациенты, как бы они накопили уже большую, так сказать, у них уже большой набор, как бы, да, коллекция всех этих пищевых неврозов. В чем еще сложность, да, почему здесь нужен так вот врач-психотерапевт? Потому что расстройства приема пищи, они практически не встречаются сами по себе, они внедряются на истощенных ресурсах, да, под воздействием психоциальных стрессов в другие расстройства. Чаще всего это депрессии, но это может быть и тревожные расстройства, и вот навязчивые, обсессивно-компульсивные, это может быть другие зависимости, это может быть самотофорные расстройства, когда различные боли заедаются и потом фиксируются. И также вот расстройства личности, тут их вот целая огромная классификация, это мы уже обсуждали. А, что здесь важно? Значит, важно, что вот это вот типы дебюта, да, фитальные детские пубертатные психогенные и вот возрастной гипоандрогенные выявлено определенное доминирование типа переедания, да, вот для фитального перманентное чаще всего характерно, для пубертатного компульсивное, для психогенного вечернее, вот для возрастного гипоандрогенного здесь вот полисиндромальное, потому что вот к этому возрасту, если все невротические проблемы не решены, да, то все собирается на всех возрастных этапах. Что касается вот реакции отказа от еды, да, мы очень часто слышим от наших пациентов, что они себя винят, вот так вот хочется запретной еды, да, вот она вредная, запретная, значит, вот сижу на диете, худею, потом так хочется вредно-запретного и срываюсь, да, так вот это разграничение еды на такую вкусную и, так сказать, запретную и такую вот невкусную, но полезную, да, это и носит такой вот невротический характер, да, потому что вот как раз ждем Фатиму Хаджимуратовну, она как раз нам объяснит, что как бы правильная еда, здоровая еда, вот, да, она может быть и вкусной, да, и здоровой, и полезной, и сбалансированной, вот это надо для себя открыть, да, и тоже выйти из вот психологической такой вот ловушки, да, что вот разграничение вот этой вкусной, да, и невкусной, то есть все должно быть вкусно. Что касается следующего такого возрастного после детства кризиса важного, подросткового, пубертатной, здесь вот компульсивное преобладает, переедание, и очень такой кризис ответственный, формируется взросление, да, детство закончилось, дети, детей мы готовим в непростой современный мир, и им страшно взрослеть, и нам надо их подготовить, чтобы были и полноценные, гармоничные личности, да, и чтобы, так сказать, ничего не боялись. И первое, чаще всего мы сталкиваемся, если вот не было в детстве переедания, то как бы начинаются пищевые неврозы как раз наоборот, с анорексией, то есть подростки боятся, подсознательно боятся взрослеть, да, начинают отказываться от взрослеющего тела, не принимают свое взрослеющее тело, гасится психосексуальное развитие, и вот очень такими деструктивными, агрессивными, жесткими диетами, изнуряющими физическими нагрузками, они себя вгоняют в тяжелую дистрофию, если происходят срывы, компульсивное переедание, значит, вот вызывают там рвоту, пьют слабительные, так сказать, мочегонные, и, так сказать, если вот на этой стадии их полечить, да, то все нормально, если они не попадают к диетологам и к психотерапевтам, то уже после 25 лет у них уже истощается вот эта вот такая аноректическая стадия пищевого невроза, они переходят уже в такое вот ограничительное пищевое поведение, да, то есть не жестко голодают, а вот начинают что-то ограничивать, вот исключать, вот и как раз вот этот невроз там поем, поем немножко вредный, потом, значит, вот только полезный, потом опять вредный, ну, то есть вот такие невротические качели с компульсивными срывами вот этой вредной еды. Ну, и во взрослом возрасте они настолько истощились, что у них просто уже нет, нету сил бороться с лишним весом, они уже в такое вот полисиндромальное переедание переходят, да, и на стрессе переедают, и вот эти компульсивные, так сказать, и, так сказать, вот 30% случаев вот мы видим из как раз пубертатного вот этого дебюта аноректического, да, пациенты потом переходят вот в переедание, да, с лишним, формированием лишнего веса и, как бы, ожирение, и если их спросить, то они не всегда осознают, что переедают, они говорят, мы вообще на, ну, как, мы не заедаем стресс, да, вот, наоборот, стресс, они могут вообще отказываться от еды, ну, вплоть до трёх дней, трёх суток, да, но потом идёт вот такое вот невротическое, оно отсроченное невротическое отреагирование, на стресс не сразу, поэтому осознанность, что они переедают, не всегда даже есть, и вот эта вот тема принятия своего тела в норме, оно очень важно, потому что здесь и подростковые депрессии, с взрослением, сепарацией от родителей, формирование индивидуализации, потому что, как мы уже поняли, что переедание это имеет зависимый компонент, и вот эта созависимость, она идёт от родительской семьи, и потом, если не произошло, как бы, вот этой сепарации, ну, какой, психической сепарации, да, психологической, они могут жить и вместе с родителями, но внутренне, как бы, сепарироваться, да, внутренне быть, так сказать, самодостаточными, тогда всё хорошо, а может быть, даже миграция там в другие страны, если внутренне не отделились, то вот эта созависимость, она остаётся по жизни. Значит, в отношении психогенного дебюта, значит, как я уже говорила, здесь не просто стрессы, да, все мы, как бы, в течение жизни сталкиваемся со стрессами, да, здесь очень важно, что вот именно во время стресса происходит ситуация выбора в ущерб себе, вот так называемое, да, самоотверженное поведение. Ну, например, что это, да, вот успешный, успешный спортсмен, да, из большого спорта, настолько боится, ну, как потерять любимую девушку, да, что он бросает, бросает большой спорт, такую, как бы, успешную карьеру, значит, чтобы вот её не потерять, да, и уходит в нелюбимую работу, и заедает вот эту, как бы, неудовлетворённость, да, от того, что отказался ради любимой, да, от своей социальной карьеры. Значит, в больших семьях мы часто видим старших сестёр, это вот так называемые вторые мамы, да, по разным причинам там либо рано отец ушёл из жизни, либо, так сказать, какие-то финансовые трудности, слабая материнская позиция. И вот старшая дочь, она практически замещает родителей, несёт ответственность за младших братьев и сестёр в ущерб себе, она, значит, поднимает своих родных по учёбе, там устраивает личную жизнь, а сама так и остаётся неустроенной. И она ждёт какой-то благодарности, а все привыкли, что она вот, ну, помогает безвозмездно, как бы ничего не просит взамен. И они всё просят, вот бегают, чуть какая проблема, они всё к ней, и у неё нету ни сил, ни времени, ни здоровья на себя, на реализацию своей жизни. И в таких ситуациях, конечно, здесь непросто, так сказать, принимать правильное питание, там, да, и пить антидепрессанты, но ещё менять вот эти внутрисемейные отношения. Очень часто, да, чаще всего это женщины, реже мужчины, после развода как бы отказываются от личной жизни, так очень глубоко разочаровались, и формируют смысл жизни в детях, да. Дети вырастают, детям нужна своя личная жизнь, и тут вот тоже, конечно, большие кризисы, что вот, так сказать, они никому не нужны, и всё тоже это, так сказать, приводит в такую, как бы, вот, уход в пищевой невроз. Встречаются ещё пациенты, которые живут, ну, с такими тяжёлыми супругами, супружницами, это такая большая психиатрия, это очень тяжёлый психический терроризм, моральный или физический абьюз, и они это ради детей терпят, заедают и терпят. И здесь, конечно, это невозможно, ну, как бы, не изменив вот это внутрисемейное, да, отношение, невозможно пациента вылечить. Ещё мы сталкиваемся с тем, что такая вот трагедия, да, в многодетной семье, вот, один из детей рождается, вот, с тяжёлым заболеванием, и кто-то из родителей, ну, чаще это, да, это матери, уходят полностью в жизни этого ребёнка, то есть им жалко, вот, они всё посвящают ему, в ущерб себе и другим членам семьи. Это тоже нужно, как бы, аккуратно очень корректировать. И вот эта установка жить ради других, в ущерб своим потребностям, да, обесцениванию даже себя, они не осознаются, и вот это всё надо поднимать и, как бы, корректировать. Конечно, здесь, помимо каких-то вот таких внутрисемейных проблем, очень тяжёлые утраты близких и родных, когда нет сил садаптироваться к жизни без, да, у них тоже это, так сказать, уход, вот, такое переедание. Ну, и такие тяжёлые посттравматические стрессовые расстройства, теракты, военные действия, которые с 90-х годов, да, вот ещё, как бы, люди их переживают. Поэтому, ну, надо сказать, что, так как это психогенный дебют, он достаточно такой вот, не связан с возрастными особенностями формирования личности, он такой приобретённый, то если своевременно пациенты обращаются, да, то и как-то вот чаще всего это благоприятный прогноз, да, получается людей как бы вытаскивать в такое полное здоровье, да, здесь получается, что вот это управление как бы здоровьем, да, оно идёт по всем, по всем направлениям, да, по всем сферам, по всем, так сказать, фронтам, да, и человек так и остаётся, вот мы его вытаскиваем, да, и он вот уже управляет своим здоровьем уже вот на протяжении всей жизни, да, вот уже больше нету почвы для срывов. И старший возрастной кризис, да, здесь, конечно, надо подключать наших коллег эндокриногинекологов, андрологов для подбора, вот поддерживающих гормональной терапии, да, эстрогены, тестостерона, да, для того, чтобы продлевать вот эту как бы гормональную защиту и организма, да, и физиологически, потому что только вот одним коррекцией питания или, так сказать, вот лечения, да, каких-то сопутствующих депрессий с перееданием, мы не ограничимся, нужно тут понимать, что надо со всех сторон, да, как бы наших пациентов вытаскивать. Очень такие, хотелось бы, если у нас время есть ещё, да, хотелось пару таких вот случаев озвучить. Они интересны вот именно с чисто такой вот позиции, да, что вот из-за дефекта воспитания, когда это вот мы не коснулись, это немножко другая тема, когда в семьях не сформировалось, а, помимо того, что культ еды, да, ещё и как бы культ, что вот худым быть плохо, да, худое тело, оно как бы уродливое, оно некрасивое, да, красивое полное тело, вот такая вот эстетика, да, то есть здесь не надо путать комплекцию, да, как бы вот конституции, они все разные, это всё красиво, да, а здесь именно культ такого большого тела, да, то есть это уже как бы вот по-медицинскому это уже всё-таки лишний вес, да, это уже болезненное состояние, и это не может быть красиво, да, потому что это болезненное, да, тут вот мы имеем противоположную, как бы такую сторону от анорексии, да, когда вот как бы худой ассоциируется с красотой, да, а здесь у нас именно вот эта полнота излишняя, она ассоциируется с красотой, такие, ну, пациенты, они никогда не приходят самостоятельно там к психиатру, к психотерапевту, просто вот уже к периоду переменопаузы, да, когда они сталкиваются с различными уже осложнениями, да, из-за лишнего веса, ожирения, и они как бы наталкиваются, что врачи различных специальностей, да, говорят одну и ту же фразу, что, ну, вот на ваши жалобы, да, вот надо похудеть, и вот они уже, и вам надо вот так, к психотерапевту, да, и, конечно, для них это огромный стресс, потому что вот это похудеть, это ассоциируется с тем, что они не просто, ну, вот, как бы, да, должны поменять свое пищевое поведение, да, а они как бы теряют красоту и внешнюю привлекательность, вот с чем ассоциируется вот эта вот рекомендация похудеть, да, и здесь, конечно, требуется очень такой деликатный подход, да, что опять-таки мы возвращаемся к детству, то есть это вот перепрограммирование, переобучение навыкам рационального питания и еще такая глубокая психологическая коррекция адекватного восприятия себя в здоровом теле, что это красиво, да, и вот, конечно, тут, они же, так сказать, уже столько времени прожили с одной реальностью, да, и вот здесь нам надо их на другую реальность переключить, это, конечно, тоже, ну, как бы требует внимания всех специалистов. Какие еще бывают случаи, значит, вот при уменьшении лишнего веса? Здесь вот дисморфофобия, да, дисморфические расстройства взрослых женщин. Эти пациентки очень легко сбрасывают вес, да, то есть вот они, им не нужны там психиатры, психотерапевты, достаточно эндокринолога, диетолога, они все хорошо схватывают, быстро все понимают, такие исполнительные, но когда они начинают приближаться как бы к нормальному весу, вот тут как бы вся расцветает психиатрия, да, такая легкая, невротическая, у них появляется страх. Страх тем, что они становятся интересны мужчинам, они как бы взгляд мужчин ловят, и вот им страшно, им страшно, потому что из-за дефекта воспитания у них подавлена психосексуальность, и они сами не принимают свое тело в нормальном весе, потому что их очень жестко воспитывали, либо это отец, либо отчим, с подавлением женственности, и вот с этой заниженной самооценкой у них супружеская жизнь очень неудачная, как правило, с абьюзерами, которые тоже их обижают, и у них вот формируется вот эта вот такая внутренняя позиция жертвы. И опять-таки вот здесь требуется очень такая длительная, кропотливая, очень такая деликатная психотерапевтическая работа по формированию вот этой вот, как бы это у нас подростковая тема, да, формирование психосексуальности, вот ее как-то надо откапывать и помогать реализовывать. Когда же здесь вот хирургическая менопауза, да, у женщин, она может быть и в такой молодом возрасте, то, как правило, вот эти пищевые неврозы, да, они формируются из-за того, что они очень, как-то у них очень эти невротические конструкции, они очень сложные, они там как-то это скрывают от супругов, свои, так сказать, переживания, и никто не понимает, что с ними происходит, кажется, что у них там плохой характер, что что-то вот они вечно всем недовольны. А выясняется, да, что здесь вот уже давно сформировался пищевой невроз, да, и надо вот эти глубинные проблемы как бы, да, поднимать и с ними работать. У нас радостное событие, Фатима Хаджимуратовна к нам присоединяется, вот, так что передаю слово Фатиме Хаджимуратовне, вот, значит, спасибо за то, что вы так терпеливо выслушали, да, мою часть, и сейчас вот Фатима Хаджимуратовна, она как раз вот все это разбавит, да, как приправой, вкусовыми особенностями, да, вот всю вот эту вот, да, психопатологию, да, вот именно управлением вкусом, да, как же здесь вот эти вкусовые, так сказать, да, проблемы, да, как они здесь влияют. Пожалуйста, Фатима Хаджимуратовна, мы очень поздравились с вас. Спасибо. А у нас Оксана только в эфире? Нет, у нас там трое. Трое, да, потому что я вижу Оксану красавицу, и все, да, спасибо. А у нас нет голосового, да, ответа, кто нас слушает? Я вас слышу прекрасно, Татьяна Анатольевна, спасибо большое. У меня еще вот по ходу там один вопрос к вам возник, когда позволите, я бы его задала. Давайте сейчас ответить уже. Да, давайте сейчас, да, пока Фатима Хаджимуратовна включается. Слушаю вас, да. Знаете, что меня вот интересует в контексте того, что сейчас, в принципе, ну и продолжается такая стрессонагрузочная ситуация, которая началась, то есть, имеет два года назад, да, плюс еще контекст чуть-чуть меняется, в том плане, что опять у людей неопределенность там с работой, с зарплатой, цены растут и так далее, да, ну и чувствуется, что какая-то такая и в стране изоляционное такое ощущение, как будто нас отредляют от мира. Да, 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 это психосатальный стресс, да. И, Татьяна Анатольевна, получается так, что, ну, одним из таких, не знаю, можно ли его назвать здоровых неврозов, но все-таки по сравнению там запивать водкой, да, или заедать пироженными. Многие люди предпочитают все-таки заедать пироженными, да, и вот порадовать себя, так сказать, чем-нибудь таким вкусненьким и так далее. Есть ли какие-то, может быть, какая-то памятка, вот как себя возвращать в реальность, да, чтобы самому не запускать уже какие-то совершенно нездоровые способы совладания со стрессом, да. А вот оставаться, так сказать, на своей стороне, да, за себя прежде всего, и не поддаваться какой-то общей панике, да, вот тому, что все пропало, жизнь не поменялась кардинально и так далее. Вот есть ли какие-то простые такие правила такой, собственно, психологической безопасности, вот именно в конкретности того, что хочется все сразу там, не знаю, заесть, забыть. Ну, это вот, да, да, поняла, спасибо, Октана, очень интересный вопрос, важный, актуальный, это мы как раз обращаемся к теме психогенного переедания, да, то есть разграничить стресс, да, от как бы еды-питья, да, то есть еда-питье – это вот режим питания, да, в рамках там порционности, да, и в количестве нормальной, здоровой, от самой ситуации, вот это вот принять все, как есть, да, это от нас не зависит. Может быть, немножко, так сказать, свои знания об истории, да, новейшей там России, как бы, да, вот восполнить, да, потому что, может быть, даже вспомнить и как бы более такую, ну, так сказать, раннюю историю, да, вообще вот, так сказать, ну, как нашей страны, как это все формировалось, наши стратегии военные, да, вот, что мы никогда не были не агрессорами, да, у нас такого вообще никогда нет, и поэтому вот, а все остальное включится именно, вот почему говорят «знание – сила», да, потому что именно «знание» дает адаптацию, когда ты реально включен в ситуацию, и ты понимаешь все эти закономерности, и нету причин для паники. Но, конечно, это тут… Так долго, да, рассказывать о семье, потому что, когда приходит пациентка со 140 килограммами лишнего веса и говорит «у нас сейчас голод начнется», да, с паникой, ты понимаешь, что, ну, конечно, не хочется быть грубым, да, может, кому-то это не повредит. Ну, конечно, это черный юмор, я понимаю, вот, но во всяком случае, вот это психогенное передание разграничивать, да, что можно и злиться, можно и негодовать, можно как-то… То есть, понимаете, вот эту реакцию, ее отделить от еды, не надо ее запивать, заедать, да, вырази ты в стратегию, как тебе принять этот стресс, как его изучить, как вникнуть, да, и адаптироваться. То есть это проблема контроля, да, вот этого эмоционального интеллекта. Вот надо было его тоже включить в нашу, мы просто еще не дошли, да, что вкусом управляем, здоровьем, пищевым поведением, но эмоциональным интеллектом, да, то здесь как-то это более такая эмоционально зрелая стратегия адаптации, что не бойся быть в ситуации дискомфорта, да, потому что наша адаптивная система так устроена, что когда нам плохо, организм начинает адаптироваться и вырабатывать стратегию адаптации. То есть, да, мы же видим людей, которые приспосабливаются к невыносимым условиям, да, я не к этому призываю, я просто как на примере говорю, что когда нам плохо, мы начинаем вот именно, как бы, да, когниции наши так работают, да, наш анализ, как бы эмоциональный интеллект, так что мы вырабатываем адаптацию, чтобы вырабатывать вот эту стратегию принятия ситуации, да, без вот этих внутренних конфликтов. А когда мы заели, запили, мы не адаптировались, мы только временно приглушили вот эту работу мозга, и мы все равно продолжаем находиться в стрессе, то есть мы наносим себе двойной вред. Первый – токсичный, да, либо если это алкоголь, или переедание, так сказать, да, как бы в здоровье, и в том, что мы не выработали адаптацию, то есть мы так и остались, как бы, травмированными этой ситуацией. И так и происходит уход в невроз. Мы это видим сейчас, да, гречки нет, сахара нет. Все, да, у нас вопросы закончились, я могу переходить, наверное, к своей части. Я ответила, вот, понятно, или... Да, ну, спасибо, основное там я услышала, да, спасибо большое, Татьяна. Да, тут вот именно психогенное, да, вот это вот убрать. Ну, давайте, да, послушаем Фатиму Хаджимуратовну, а остальные вопросы мы еще обсудим, да. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, что вы дождались, да, у нас оперативка была небольшая. И я хотела бы сегодня с вами поговорить, ну, умными вы побыли, теперь побудем красивыми, наверное, да. Итак, начать я хотела доклад с поиска изречения рабского философа, который сказал, что результаты врачевания, кораблевождения, обработки земли часто не соответствуют затраченным усилиям, ибо случается в медицине, когда наилучшим образом делают то, что следует, и не приключается ни одной ошибки ни со стороны врача, ни со стороны больного, и все же никакого выздоровления не наступает. Причина объяснения этому явлению состоит в том, что на нас оказывает воздействие не только лечение, но и природа. И сегодня мы поговорим о природе, о том, как можно украсить свою жизнь, не как загонять себя в стресс, а как можно находить плюсы из даже самых больших минусов. И когда нас лекторов тренируют, и мы проходим всякие тренинги, я помню, один раз нам четко сказали, задайте вопрос себе, почему вы здесь. Итак, задаю я вопрос себе, почему я здесь. Посмотрите, пожалуйста, на глобальные риски для здоровья. Это было крупное исследование, длилось оно 25 лет, 195 стран принимали участие, и из всех глобальных рисков для здоровья на первом месте стоят диетологические факторы. И почему мы сегодня здесь, Татьяна Анатольевна, потому что именно вопрос еды, казалось бы, да спросите кого угодно, да, как нужно питаться. Вот любого человека, который даже самого маленького в школе, и он вам скажет, все знают, как надо питаться. А, собственно говоря, что происходит, он нарушает эти правила, как и нарушают правила дорожного движения все. Итак, диетологические факторы – это первый фактор риска для здоровья. А теперь вот вечный вопрос, да, есть или не есть, и когда есть. Конечно, мы понимаем, что самый главный сигнал на прием пищи – это сигнал голода. Но обратите внимание, это лишь малая доля тех механизмов, которые, собственно говоря, стимулируют человека на принятие пищи. Мы сегодня с вами поговорим о том, почему, собственно, не получается очень часто у людей соблюдать советы. Вы посмотрите, из 100% мотивированных пациентов только 13% используют советы врача, потому что одни не понимают, другие не верят, они что только не пробовали, третьи не знают, как. Доктор сказал, не есть после шести, значит, есть надо после восьми, да. И есть категории, которые не используют рекомендации, так как они очень трудны. И вот тут вот тоже слегка развернутая схема понимания того, что не надо обвинять моих тучных пациентов вот с высоты, да, своих там 50 килограмм, что надо меньше есть и больше двигаться. Обратите внимание, насколько глубинные механизмы провоцируют нашего пациента на прием пищи. И мы сегодня с вами поговорим о вкусах. И что такое вкус, да, скорее это вкусовые ощущения. Мы не можем говорить чисто вкус. Вкусовые ощущения матери передаются ребенку как через амниотическую жидкость, и так и через материнское молоко, понимаете? Маленький ребенок сидит в утробе мамы, и мама уже начинает формировать ему вкус. Мы всегда говорим, вот внешне-средовые условия, вот они здесь начинают плеять эти внешне-средовые условия. И когда мы говорим, что самое правильное питание – это материнское молоко, а вы знаете, что на состав материнского молока очень сильно влияет то количество жира, которое мать набрала во время вынашивания ребенка. То есть за время беременности мама переедает, набирает много жира, много жира потом в молоке, и вот тут начинает формироваться вкус. Вот то, что жирно – это вкусно. Жирное молоко матери формирует уже предпочтение ребенка в дальнейшем. Вы видите, что младенцы, как и взрослые, оперируют образами вкусовых ощущений. Несмотря на незрелость коры больших полушарий, дальше идет развитие вкусовых ощущений. Подростков еще не сформировано до конца. А что интересно, что с возрастом пища начинает казаться безвкусной. То есть масса причин, начиная просто с изменения состава слюны, нарушения санитарно-гигиенической составляющей ротовой полости, гормональные изменения. И когда мы с вами ищем тот вкус детства, его не будет. Не будет того вкуса детства, потому что вы уже взрослый мальчик или взрослая девочка. Даже по ГОСТу изготовленное мороженое будет не тем вкусом детства, который вы ищете. Да, там будут те же жиры, те же белки, те же углеводы, но вы другой. Поэтому принять вкус согласно возрасту. И вот если я спрошу, я, наверное, просто очень сложно, я не вижу в этой трансляции лиц, я, наверное, спрошу Татьяну Анатольевну. Можете мне поассистировать? Татьяна Анатольевна, если я вас спрошу, скажите мне одним словом вкус детства. Вот вкус вашего детства. Одну характеристику, не дайте. Сладкий вкус, да? Да, сладкий. А скажите мне, какой он еще? Вот он сладкий. А еще какой? Праздничный. Вкус детства? Ваш. Вот свое детство. Вспомните свое детство. Да, да. А еще какое? Что еще? Вот что еще? Это вот дни рождения, когда ты с конфетами ходишь по классу и раздаешь эти конфеты. То есть, понимаете, вот я сейчас уже четко вышлю на вкусовые ощущения. То есть праздник, ожидание праздника. Да. Психологическая составляющая. Не только просто сладкое, но и сладкое. Вы дарите вот это ощущение праздника, дарите ощущение радости. Да, делишься с этой радостью. Второй этап нашей с вами жизни. Школа. Какой вкус школы? Вот такой пубертат ваш. А, пубертат. Пубертат – это чипсы. Гришна. То есть в вашем пубертатии уже были чипсы. Вы пошли в медицинский институт. Страшное место. Какой вкус медицинский? Это даже не к нашей. Вкус студенчества. Это 90-е годы. Это неважно. Это ваша жизнь. Это разрешенный алкоголь в институте. Понимаете? Это очень... Слушайте, вот это такие откровения ваши. А если... То есть в институте были прямо алкоголем. А вот я сейчас вас спрошу другой вопрос. Просто очень жалко, что нет журналистов. Если я спрошу, в 12, там, в 10 лет вы ели оливки? Оливки, да. Оливки – это с детства. Я забыла. То есть вы любите оливки с детства? Да. Зеленые оливки – это просто детского сада. Вот мы сейчас спросим Оксану. Оксана, вы ели оливки в детстве? В раннем – нет. Вот в подростковом уже, да, уже начинала спробовать. А в курсе... А только, Оксана, у меня еще другие. Где окошки есть? Там еще двое. А, камера не включена, да. Поняла. То есть все-таки уже созревание вкуса дает широту этих вкусовых ощущений. Давайте следующий слайд. Это важно понимание, что вкус разный, да, и вкусовые ощущения тоже разные. И вот что интересно, что есть основные вкусы, да, все мы их знаем, это соленый, кислый, сладкий, горький и умами. И если посмотреть на сладкий вкус, то его основная задача – давать насыщение. Давать насыщение, собственно, как и вкус умами. Что такое сладкий вкус? Это сытость и насыщение. Сладкий вкус часто играет ключевую роль в определении вкусовых качеств еды и напитков. Но, с другой стороны, в большинстве случаев сладкий вкус усиливает чувство голода, подавляя чувство сытости. За счет чего? Если слишком сладкая, если супер сладкая пища, она дает выброс инсулина, это уже как эндокринологи, и супер большой выброс инсулина усиливает чувство голода. И когда ко мне пациент приходит, я спрашиваю, вот когда вы переели, вот бывает факт переедания, скажите, есть ли у вас вот такой момент, что вам страшно хочется сладкого? Он говорит, да. А когда вы много съели сладкого, есть чувство голода? Да, есть. Но на то это, собственно говоря, есть какие-то эндокринные нарушения. Но вот что интересно, что у пациентов, у которых те или иные нарушения углеводного обмена, у них категорически снижен порог восприятия сладкой пищи даже на уровне ротовой полости. И возвращаясь, собственно говоря, к вкусовым ощущениям, я хотела бы сказать, что это правда интеграция различных механизмов, начиная с запаха пищи. И когда вы видите пищу и принюхиваетесь, это ортоназальное восприятие. Когда вы понюхали, вы поели, проработали, тут включается ретроназальное восприятие, опять же, пищи, вкусовых ощущений. Что интересно, что ретроназальное усиление чувства сытости, усиливает чувство сытости и восприятие, и широту вот этого вкусовой палитры мы перекладываем, конечно, на ретроназальный способ восприятия запаха. И вот вкус может сам по себе быть сигналом к насыщению и сигнал сытости, снижение потребления пищи. То есть есть два пути восприятия, запаха орта и ретроназальный. Собственно говоря, что нас натолкнуло на исследования, на эти, и переход вот так вот совсем в жизнь, скажем, от супернауки, совсем в жизнь, а ковид, ковид, и когда, в общем, кто-то, я думаю, что многие переболели, когда не было ощущения вкуса, не было ощущения запаха, ни запах пищи, ни вкус пищи не воспринимался, и вот эта вот депрессия, которая сопровождает этот нейротропный вирус, она еще влекла за собой, вот так вот вырубалась, да, вот как выключалась просто восприятие жизни, потому что пища – это самый легкий способ получения удовольствия. И сейчас я хотела бы акцентировать ваше внимание, что все-таки восприятие вкуса происходит на выдохе, и когда мы с вами едим пищу, чтобы мы получили всю палитру вкусовую, надо, да, медленно пережевывать пищу, да, надо медленно работать с этим, да, и вкус, что эта переработанная пища должна стимулировать ретроназальное восприятие запаха. Что касается ковида, да, эта история возвращения вкусов, она у всех была разная, потому что восстановление этих луковичек, луковичек, которые отвечают за запах, оно очень долго происходит, и эти вкусовые почки у некоторых восстанавливаются от трех до шести месяцев, а у некоторых не восстанавливались и вообще, потому что они не работали, и уже, к сожалению, да, уже эмпирически мы понимаем, что надо делать, когда вырубают этот вкус, вырубают запах, надо работать над другими рецепторами восприятия запахов, то есть надо, сейчас мы уже точно знаем, надо нюхать эфирные масла, надо работать с эфирными маслами, с контрастными эфирными маслами, чтобы заставлять другие луковички, которые еще, в которых теплится рысь, чтобы они отвечали за вот это вот ретроназальное восприятие запаха. Итак, ретроназальное восприятие, это приобретенный навык абсолютно точно, очень важен при восприятии вкусовых ощущений, восприятие запаха изнутри, он сопряжен с другими чувствами, это вкус и осязание, и пища должна находиться во рту и подразумевает работу мышц. Почему невкусно, почему невкусно нам есть такую жидкую пищу совсем, да, вот эти вот коктейли, которые, известная фирма, да, хочешь похудеть, скажешь, спроси меня, почему это не приживалось, потому что, опять же, вкусовые ощущения подразумевают определенную текстуру и некую такую интригу во вкусе, и когда вы сказали, Татьяна Анатольевна, вы сказали чипсы, вот вспомните, в чем чипсы, в каком пакете бывают чипсы? Ну, это еще наши такие отечественные жареные картошки. А, я не так сказала, жареная картошка. А мы сейчас вспомним про чипсы с вами. Чипсы в каком они пакете бывают? Он такой хрустящий, яркий. Хрустящий, яркий. То есть интрига начинается с момента того, как вы взяли эту упаковку. Вот этот хруст, он повторяет хруст целой пищи. Вы знаете, что кондитеры прибегают к чему? Вроде ешь, ешь текстуру одзнаковую, кремообразную, а потом раз, орешек. И переключается в голове. Да, да, и тут же идет переключение и новое восприятие. Понимаете, эта интрига, она везде должна быть. Сам праздник вот этого яркого, да, яркого пакета, сам праздник, ожидание праздника, это уже такая палитра, да, вкусовых ощущений. И он не только, мозг, видите, мозг не только получает сенсорную стимуляцию от рецепторов на языке, но и сам активно участвует в формировании вкусовых ощущений. Мы не выключаем голову, когда мы едим. Мы, это взаимообратные, да, процессы. Да, взаимосвязанные, да. Абсолютно. Итак, восприятие вкуса, это кроссмодальная ассоциация вкуса и аромата, и, конечно, с участием, безусловно, с участием мозга. Потому что уже Татьяна Анатольевна говорила, насколько важно участие эмоций. И то, что мы с вами говорим о вкусовых ощущениях и стрессе, и почему человек ищет выхода через еду из своего стресса, я немного, наверное, не соглашусь с Татьяной Анатольевной, говоря о том, что совсем убрать, да, совсем невозможно, вот нельзя заедать, просто невозможно вот сегодня отрезать то, что случилось там 20, 30, 40 лет, человек заедал это, я бы предложила постепенный выход из этой ситуации. И вот что интересно, мы с вами проговорили несколько вкусов, и если я сейчас опять же, извините, Татьяна Анатольевна, спрошу вас, что вы подразумеваете под горьким вкусом? Есть разные вкусы, мы с вами сказали, пять основных вкусов. Смотрите мне горький вкус. Ну, это, наверное, вот травы, да, зеленые травы. Ну, вы молодец, вы правы, то есть вы сразу отгадали, обычно, обычно, кинза, базилик, Абсолютно вы правы, но есть, да, имбирь, это тоже горький вкус. Тут часто путают острый и горький вкус. Горький, то, что вы назвали. Имбирь, да, больше вот горький, да. И вы знаете, что люди, которые не восприимчивы к горьким вкусам, и вы видите их в дневнике питания, и люди, которые слишком тучные, я не могу назвать их обжоры, да, Татьяна Анатольевна слишком много рассказала, для того, чтобы просто назвать. Нет, люди травмированные, люди стигмированные, у людей масса проблем, метаболических, гормональных, нутриутробных, и они из-за этого заедают, подъедают гормональных проблем, но вот у них очень часто не развит вкус горькой пищи. И тогда они больше едят сладкого, и тогда они употребляют больше алкоголя. Люди, у которых вкусовая палитра на вкусы широкая, и то, что вы сразу назвали кинзу, это просто пять с плюсом, потому что, если вы посмотрите дневники питания тучных людей, у них очень скудный рацион в плане горьких вкусов. Я, наверное, соглашусь с известным, я думаю, что он, скорее, это ресторатор, хотя он был и мэром города во Франции, который сказал, что открытие нового блюда важнее для счастья человечества, чем открытие новой звезды. И это актуально для моих пациентов. Почему? Да потому что, посмотрите, как важно удовлетворение вот этих вкусовых почек, я бы так сказала. Посмотрите, зоны мозговой активности при стимуляции приятными запахами пищевой и теологии. Посмотрите на правый столбец. Зоны мозговой активности при употреблении наркотических веществ. Они идентичны. Поэтому, если мы забираем еду полностью, выставляя суперограничения, он может уйти в правое поле. Я не говорю, что все уйдут в правое поле, я просто хотела бы напомнить известное исследование СОС. Это было исследование, когда брали людей, которые перенесли бариатрические операции, которые прекрасно похудели, и все было у них, казалось бы, хорошо в плане похудения, то очень большой процент из этих людей ушел в наркоманию, в игроманию, потому что нет удовлетворения вот этих зон мозговой активности. Итак, если мы сопоставим все наши разговоры, то мы должны с вами принять тот факт, что мы должны сегодня обязательно работать со вкусом. Работать со вкусом, и я говорю, мы врачи, и я говорю, каждый пациент должен работать со вкусом, если вдруг правда плохое настроение, и заходит он, мой пациент, в кондитерскую, и говорит, вот я сейчас для улучшения настроения должен что-то съесть. Вопрос что, почему ты пришел? Ведь стресс может быть разным. Стресс может быть на высокой фазе выброса кортизола, а может быть на низкой фазе вообще даст надпочечниковой недостаточности. И вот это вот осознанное употребление правильных продуктов, наверное, даст нам выход, потому что, когда надпочечниковая недостаточность, вот тут очень важно острая соленая пища, если он хочет какие-то кондитерские изделия, наверное, это должен быть какой-то лимонный вкус, да, может там имбирь, но я сейчас очень хороший, замечательный совершенно есть, кондитеры, которые работают со вкусами так, что помогают нам решить нашим проблемам, ой, нашим пациентам проблемы. И не надо покупать торт, вот это самая большая проблема, да, купить торт не надо, надо купить очень маленький, очень деликатный, наверное, какое-то кондитерское изделие, и что супер важно, не запивать водой, не запивать чаем и не запивать кофе, потому что, чтобы эти рецепторы все проработались, надо сесть и съесть именно вот это кондитерское изделие, коль скоро ты уже, да, сказал, я для улучшения настроения, сейчас я должен съесть вот это вот пирожное картошку, да, потому что мне плохо, потому что возьми-то это пирожное картошку в три раза меньше, возьми это от известного шоколадье, но сейчас прекрасный совершенно, да, кондитерский у нас, если мы сравним даже лет пять назад, это совершенно другая история, у нас есть авторская уже кухня, сесть, проживать, подумать, собственно, о проблеме и решении этой проблемы, и не надо запивать это жидкостью, потому что вкус стирается, но что, почему маленькая, да, потому что чем больше будет человек съедать, тем меньше будет удовлетворение вкуса, вы знаете, что даже от самой любимой еды, которую вы ждете и которую вы вот будете сейчас употреблять, вы можете развить в себе ненависть, потому что вы съели ее слишком много, и имея доступ лишь к одному вкусовому ощущению, да, острое, соленое, сладкое, да, мы не наедаемся, потому что не наедаемся в плане глобальном, да, мы должны работать со вкусовыми ощущениями, и очень важен самоконтроль при принятии решений, потому что зачем человек должен это съесть, да, для чего он сейчас съедает, хорошо, если он съедает, то вот слово зачем, да, слово зачем, как мы можем ему дать эти инструменты, да, собственно говоря, поставьте задачу перед собой, да, если я хочу выйти из стресса, из какого стресса, мы уже с вами проговорили, высота, или совсем, да, вот совсем в надпочечниках недостаточности, собственно говоря, поможем вам, врачи вам помогут разобраться с этим, потому что есть вот здоровый мозговой цикл приятия пищи, где самоконтроль гораздо важнее, чем значимость, обратите внимание, тут важно два очень крупных блока, да, контроль и саморегуляция, самоконтроль, если скажем одним словом, и есть память, он помнит, что это было вкусно, он помнит, что какие-то были ассоциативные связи, вот эта радость передачи другим людям радости, да, праздник, ожидание праздника, а посмотрите, как при ожирении что происходит, значимость превалирует над контролем, и самое интересное, даже над памятью, и первое, что говорится, вот значимость надо есть, значимость есть, да, это вот глобальная проблема, и буквально несколько слов я еще хотела бы сказать о том, что мы вообще это все собственно сводится к тому, что конечно переедание, неправильное потребление пищи, неправильное лечение ожирения, опять же, если человек себе создает ogrаничительные нарушения пищевого поведения, вы много сегодня говорили про нарушение пищевого поведения, все это влечет ожирение, А ожирение, посмотрите, зеркалит на старение. Мы сегодня с вами говорим не просто о вкусах, не просто о массе тела, а мы пытаемся выйти за пределы, скажем так, своего возраста, потому что чем меньше человек склонен к набору избыточной массы тела, а я вам скажу, что жира достаточно должно быть. Его не должно быть много, его не должно быть мало. Это резерв, это ресурс нашего организма. Нормальное состояние массы тела предупреждает раннее старение. И первое, что мы должны сделать, конечно, уменьшение калорийности. И когда вот сейчас мы обсуждали нарушение пищевого поведения, и когда говорят уменьшить калорийность, не надо циклиться на чистых калориях. По-хорошему, да, конечно, нам нужно просчитать, нужно мотивировать пациента контроль, на самоконтроль. Не надо говорить, вот сиди, вот две калории туда, две калории сюда. У меня есть пациенты, которые два года считают калории. А есть пациенты, которые написали дневничок, говорят, все, я понял, вот этот кусок был лишний. Знаете, вот с этими пациентами гораздо удобнее и гораздо легче работать, потому что они не циклятся, они создают для себя абсолютно широкое поле собственной ответственности. Потому что человек, вот он живет вот в этом вот капкане. И когда на моих пациентов с ожирением начинают говорить, ой, да ладно, пусть меньше ест, больше двигайся, двигается, я всегда врачам показываю эту картинку, потому что мой пациент родился уже, вы помните, да? Мама неправильно питалась, мама заложила большое количество жира из-за своего неправильного питания внутриутробно, она накормила жирным молочком, она потом неправильно питалась и кормит его, а дальше он попадает вот в эти внешние средовые условия. И, к сожалению, приходится нам назначать препараты, но вот тут про препараты, не надо на них ставить такую ставку, что вот сейчас препараты назначим, да, и все, человек похудеет, не похудеет, пока не включит голову. И он должен включить голову, потому что, помните, вот опять же исследование, которое я вам показывала про диетологические факторы риска, а вот тут вот надо выстроить это вот свое питание согласно, опять же, доказательным данным. И из всех диетологических факторов риска на первом месте стоит повышение потребления соли. А дальше мы видим, да, низкое потребление зерновых, низкое потребление фруктов. И когда вы так глазами пробежитесь, вы поймете, что самое главное правило – разнообразное питание. Разнообразное питание согласно вашим потребностям и обязательно должен быть ритм приема пищи. Питание может нам помочь предупредить онкозаболевания. И вот здесь вы видите красный, оранжевый, зеленый – это не значит там плохо, а хорошо. Это значит окраска продуктов. И, честно, я вам хотела сделать некий подарок, показав, что мы с помощью продуктов можем предупредить раннее старение, предупредить развитие онкозаболеваний. Я не буду сейчас детально останавливаться на этом, но я хотела бы вам показать азбуку продуктов, замедляющих старение. Итак, начнем с буквы А. Авокадо, арбуз, виноград, вода, йогурт и кефир, крестоцветные, кофе, листовые овощи и специи, макаронные изделия из цельнозерновых продуктов, орехи, оливковое масло, овсянка, соя, рыба, морепродукты, томаты, чай, черный шоколад, чеснок, ягоды. Если я спрошу вас, а что можно есть, Татьяна Анатольевна, что вы мне ответите? Ну, тут все можно есть. Правильно. Тут я вообще за кофе отдельно спасибо. И мне кажется, что вот этот вот тренд осознанного потребления врачи сейчас несут в осознанное управление собственным здоровьем. Я могу очень долго говорить, честно, я просто максимально коротко собрала свои мысли. Я готова ответить на вопросы, какие есть у журналистов, потому что мне очень хочется транслировать вот этот современный подход. Не то, что я назидатель, да, вот учитель сказал вот так, вот так, вот так. Нет, это все плохо закончится. Все ограничения заканчиваются очень плохо. Только осознанный подход к собственному здоровью. Я готова ответить на вопрос. Давай, сейчас мы обсудим. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, у меня вопрос, я подозреваю, что он, наверное, будет обращен к Татьяне Анатольевне, но, в принципе, наверное, может быть и ко всем. Вот у меня вот такой вопрос, если, например, родитель заметил первые признаки, ну, нездорового пищевого поведения, ну, либо родитель, либо сам взрослый человек, вот к кому сначала следует обратиться в первую очередь? К психологу или к эндокринологу? Ну, сначала к диетологу, да, я бы посоветовала Фатибу Хаджимуратовну, да, с ее великой командой, потому что вот вы видите, да, что диетологи – это не скучные зануды, да, что они, ну, как бы настолько увлекательно показывают весь спектр вообще, да, правильного питания, что, может быть, до меня и не надо будет доходить. Понимаете, да? Вот. Если же все-таки изменения, да, уже касаются здоровья, да, то потом к эндокринологу, да, если мы дело имеем, так сказать, ну, с девочками пубертатного периода, да, что уже менструальный цикл нарушается, как и при дефиците массы тела, да, так же, как и при лишнем весе, то потом вот к эндокринному гинекологу и потом ко мне, да, к психиатру-психотерапевту, вот специализирующуюся в общесоматической сети. И вот еще такой вопрос, вот, Датьяна Анатольевна, к вам. Вот чаще всего, по вашему опыту, к вам обращаются пациенты в таком возрасте и с какими пищевыми, ну, с какими видами пищевого отклонения? Вот на данный момент. Как бы, так как взрослых больше, чем один ребенок, да, то я больше занимаюсь со взрослыми, но и готова в любом возрасте, да, начать. То есть чем раньше, да, тем лучше обращаться, потому что мы предотвратим метаболические заболевания. То есть потому что все начинается с неврозов, да, то есть это как реакции на стрессы, на вот эти вот возрастные кризы, да, уязвимые. И вот в этот период очень важно обращать и на психологическое состояние детей. И не бояться обращаться как бы вот к психотерапевту, к психиатрам. Притом я хочу сказать, что мне нравится вообще наша молодежь, наше молодое поколение. Они свободны от вообще вот предубеждений, от стигма, да, к психиатрии. Они с удовольствием принимают помощь. Больше боятся их родители. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, да. Менее привычно, наверное, обращаться. Да, да, я даже, знаете, готова, вот если будет интересно, да, совместно вот с Фатимой Хаджимуратовной, да, как бы вот следующую тему, да, посвятить вот именно как раз вот этому, да, вот этим страхам родителей, да, да, вот это моральный абьюз, да, когда родители боятся своих детей, подростков, вот, вести к врачу, да, психотерапевту, а дети сами очень стремятся, да, то есть они даже находят какие-то обходные пути, да, то есть они вот такую стратегию вырабатывают сначала к эндокринологу пойти, к диетологу, к гинекологу, да, и пожаловаться на плохое настроение, чтобы их направили к психиатру. Понимаете, да, насколько они молодцы, насколько они вот ищут врача, который им поможет, и они совершенно не стесняются. То есть, Анатольевна, мне кажется, знаете, извините, я вас перебила, это на самом деле в поколениях, потому что вы... Поколение, да, это поколение, выросло поколение, если вот эти родители, которым, ну, условно, там, лет 50 приходят ко мне на приемы и говорят, вам нужны к психонефрологу, он мне говорит, я что, псих? Да, достигнуты. А когда приходят 20-летние, я говорю, наверное, вам надо к психонефрологу, он говорит, я уже хожу, но к двум. Понимаешь? И выбираю лучшего, да. Поэтому такая история, скорее всего. Да, здесь вот это еще, да, мостики наводить между поколениями, чтобы не боялись, да, потому что если одного члена семьи, да, вытаскиваешь, то надо и другим помогать. То есть у меня уже опыт кланов набирается семейных, да, когда кого-то вот помогаешь, и начинают родственники, да, приходить за помощью, потому что если один в здоровье, то все остальные как-то чувствуют себя уже некомфортно. И этого, который в здоровье все время дергают, да, вот. А когда вот вся семья, это же система, да, вот. То есть вся система должна быть здоровой. Вот это тоже очень важно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо вам. Что-то важно еще? Есть вопросы, пожалуйста. Я бы, знаете, что еще хотела, вот, может быть, уточнить, правильно ли я понимаю, что тогда вот если человек, ну, так скажем, в реакции на стресс как-то уходит в успокоение себя при помощи еды, то это, можно сказать, такая, ну, как попытка вернуться в детство самому человеку, да, то есть быстро, быстро себя успокоить, не решив проблему условия. Ну, он же понимает, понимаете, что если он съест, ну, да, давайте уже честно признаться, вот поела, настроение же улучшается. Да. Сертонин-то вырабатывается, да, вырабатывается. Поэтому вот эта память о том, что я поем, и мне станет легче, она превалирует. С одной стороны, с другой стороны, гормональные изменения, которые стресс провоцируют. А стресс провоцирует выброс всех контринсулярных гормонов. Все стрессорные гормоны – это все контринсулярные гормоны, если мы говорим словами эндокринолога. А в итоге получается, как продукт, да, вот я сейчас съем сладкое, и мне будет хорошо. Это даже не совсем в детство, да, это то ощущение, которое он помнит, когда он съедал, да, это вот сладкое или острое. Ну, люди иногда огурцы съедают соленые, это же не совсем детство, да. Поэтому я думаю, что вот разбор вот этих ответов на стресс – это суперважный момент в лечении. И тут мы работаем вдвоем. Нам-то повезло, да, Статья Анатольевна, мы в команде работаем. Тяжелее тем докторам, которые в соло исполняют все это, у которых нет помощи психонебролога. Тут один любой специалист, да, один не справится. Это как раз вот именно командная работа, да. Только мы вместе, да, можем все охватить. Вот управление здоровьем, да, это все системы организма, да, должны быть в здоровье. Если одна начинает нарушаться, да, функциональность, то это затрагивает все системы. И поэтому нужно, чтобы вот все врачи, да, вот как бы подключались к работе. И тогда вот управление здоровьем будет в действии. Это очень важно. И дополнить, позвольте, да, по поводу возвращения к детству. Опять-таки это все индивидуально, да. Хотя, конечно, пищевой невроз, если по психоанализу, это регрессивный невроз, да. Это психологическое развитие первого года жизни, да, оральной зависимости, да. Потому что при вот грудном особенно вскармливании, да, там ребенок просит грудь не только, когда он хочет есть, когда ему страшно, когда ему там хочется тепла, любви, да. И вот эта вот ассоциация эмоциональная, как раз Фатима Хаджимуратовна, да, она и осветила, что вкус и эмоции, да, вот этой защиты, да, вот это все и работает вот в этом заедании. Очень важный вопрос, спасибо. Сначала мы закончили вопрос или у нас еще есть вопросы? Важно еще что-то обсудить? Видимо, уже затянулось, уже почти два часа. Держим, да, журналистов. Спасибо огромное за внимание, за ваше терпение. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания, до встречи. До свидания. Да, вам тоже, да, всего доброго. Спасибо большое. До новых встреч, да, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.